На сегодняшний день определены льготы, которые касаются непосредственно IT-предприятий и специалистов, которых мы уже с вами выделили, которые работают в IT. Соответственно, для IT-предприятий это прежде всего снижение налога на прибыль до 0% у нас снижается, и эта мера поддержки будет действовать до конца 2024 года. Это снижение страховых взносов на сотрудников, также для развития и поддержания бизнеса, это выделение кредитной линии по специальной процентной ставке и различной грантовой поддержки. Что касается сотрудников, это отсрочка от армии для сотрудников IT-компаний до 27 лет, соответственно, и плюсом еще льготная ипотека. Также для организации это мораторий на проведение плановых проверок. На сегодняшний день эти все меры можно уже использовать. Для того, чтобы проверить, вернее, для того, чтобы подать заявку, можно использовать портал госуслуг. Компании, которые попадают под действие этих льгот, они должны быть аккредитованы, должны пройти определенные ступени. Это все делается также через госуслуги, подается заявка, все автоматизировано, вам приходит ответ. Для того, чтобы далее использовать услуги, вам необходимо соответствовать определенным требованиям. По сути, требования стандартные для развития бизнеса. Это определенное количество персонала, это определенная статья доходов, которые формируются за счет развития программных продуктов, их продажи и сопровождения. Вот в целом на сегодняшний день у нас два таких больших мощных трека. Беспрецедентные меры поддержки. То есть это поддержка IT-компаний и поддержка специалистов, которые работают в этих IT-компаниях.